Мы рассматриваем наши патогены, проводя последние несколько лекций, я рассматриваю патогену птиц. И, конечно, для того, чтобы их лучше усвоить, информацию, которую мы получаем, лучше всего ее структурировать. То есть, чтобы мы могли ее разложить по полочкам и систематизировать. Это сильно помогает разобраться в этом море, огромном море информации. На бактерии можно, как и любые другие патогены, можно разложить, систематизировать по различным признакам. Вот, предположим, вот эта схема, она по тому признаку разделяет наши патогены бактериальные по признаку окраски их по граммам. И, если вы посмотрите, то одни бактерии мы относим к грамм позитивным. И по форме мы их разделяем на коки и на бациллы. И вторая группа, скажем, грамм негативной бактерии, которую мы тоже разделяем по форме. То есть, сначала идет у нас разделение по окраске, грамм позитивной или грамм положительной, или грамм отрицательной окраски. И вторая, мы, предположим, среди грамм негативных, мы их разделяем еще и по форме коки и бациллы. Естественно, можно бактерии разделять и по другим признакам. Но просто довольно, вот это разделение по окраске довольно распространено, и мы можем использовать ее тоже наряду с другими характеристиками. Да, попрошу дать мне, вас дать мне знать, насколько хорошо меня слышно, чтобы сориентироваться в ситуации и при необходимости исправить, если нужно, поправить. Так вот, вернемся к нашим баранам, что называется. Так, спасибо. Вижу оценки. Окей, хорошо, значит, грамм негативный, наш эмофилус парагринар, о котором мы сегодня будем говорить, он относится к грамм негативным бактериям. И если вы здесь посмотрите, он имеет форму кокобацилл, так называемый плеуморфик кокобациллы. И он стоит вместе с такими, как бы, синистами, как бактероиды, простерелла, францисиэла, активный бациллус и другие два бактерия. Здесь же мы можем найти грамм негативные бактерии и те патогены, которые мы с вами рассматривали раньше, которые относятся, например, к бактериасе, такие как сальмонеллы и шерихиоколи. Микоплазму, про которую мы говорили в предыдущих наших лекциях, ее относят, к сожалению, здесь не привела, но она относится к что-то посередине, то есть она неплохо окрашивается, поскольку у нее нет клеточной стенки. И поэтому ее выделяют в отдельную часть бактерий, которые плохо окрашиваются из-за отсутствия стенки. Окей, значит, также, если мы посмотрим классификацию по дополнительным признакам, то мы увидим, что это грамм негативные, то есть отрицательные бактерии. Мы их затем разделяем на коки и на бациллы, и затем еще дальше делим по признаку аэробные и анаэробные. И мы видим, что эморфирус идет у нас в этой, по этому признаку отделяется в отдельную категорию, скажем, вместе с псидомонос и вибрио эморфирус. В то время как энтеробактериации у нас еще отдельно идут в отдельную группу, и мы их уже разделяем по признакам, по отношению к лактозе, уже дополнительно это семейство. Что ж, давайте продолжим. Эморфирус парамулинарум, он есть несколько видов, и он поражает различные сиротипы, его могут поражать человека, свиней, эморфирусуис, эморфирус парасуис и птиц. Птиц поражает эморфирус парамулинарум. Эта бактерия, его название вообще пошло именно от качественной характеристики этой бактерии, что бактерия любит, эта бактерия любит кровь. Эмо – это кровь, фирус любит, как бы любит кровь. Что это означает? Что для того, для своего роста, она требует добавки крови в среду. Бактерия любит кровь, это маленькая габацилла, плеоморфная, растущая на обогащенной среде. Эта факультативная нейропа, она неподвижна, и спор не образует. Как я уже сказала, для своего роста требует наличие содержащихся в эритроцитах термолабильного фактора 5, NAD называется, и термостабильного фактора 10, геминз. Эмофилюс параголинарум относится к гемофилу и бактерии рода эмофилюс, относятся к семейству пастерелеса. Род эмофилюс состоит более чем из 10 видов, которые я сейчас не буду перечислять. Но важно отметить, что эмофилюс имеет много общих черт с пастереллой. Есть виды, не требующие для своего роста добавки сыворотки и крови. То есть то качество, про которое мы говорили в предыдущем слайде, что эмофилюс на самом деле любит необходимый ему для своего роста на питательной среде добавка крови и дополнительных обогащений дополнительными веществами. Есть такие бактерии, которые не требуют. То есть порой довольно бывает сложно его дифференцировать от той же пастереллы. Мы с вами уже обсуждали тему факторов патогенности. Что это такое? Спарторы патогенности – это качественные характеристики этих или иных бактерий, с помощью которых бактерии борются с противостоянием организма для того, чтобы, во-первых, выжить, и, во-вторых, чтобы начать размножаться и вызывать заболевания. Собственно говоря. Описано большое количество серотипов, некоторые из которых перекрываются, то есть имеется в виду сходные по антигенным характеристикам, и, но с другой стороны, которые различаются в структуре капсулярных полисахаридов, и которые можно разделить по двум биотипам. Было установлено, что биотип 2 участвует в патологических явлениях, собственно, а тогда как изолят от здоровых животных обычно принадлежат к первому биотипу. Среди факторов патогенности у гемофилеса мы можем назвать это эндотоксин и капсулу. Также важно отметить, что при этом заболевании мы можем наблюдать носительство. Носительство – это качество, когда здоровое, практически здоровое животное или птица может носить себе вот этот патоген. Это каталаз-негативная бактерия. Я привела вам схему выделения эмофилес парагалинарум в лабораторных, его биохимические характеристики и какие схемы используются традиционно в его выделении. Эмофилес – это острое, иногда хроническое заболевание. Это также высокоинфекционное заболевание кур, иногда фазанов и морских птиц, характеризующиеся катаральным воспалением верхних дыхательных путей. Это заболевание взрослой птицы. Чем старше птица, тем больше она подвержена к заражению. Поражается слизистая оболочка носа и синусов. Заболеваемость при этом… Заболеваемость высокая, но смертность низка. Если нет осложнения, хотя она может составлять до 20%. Нужно сказать, что если… То есть это верно, то, что смертность низка в случае, если не присоединяется какая-то еще вторичная микрофлора, которая может значительно изменить картину. Как я уже сказала, заболеваемость высокая, но смертность низкая. И смертность может увеличиваться, если присоединяется вторичная микрофлора, а лечение, подходящее лечение не проводится. Также еще раз я повторяю, что существует носительство, поэтому однажды болезнь, появившись однажды, трудно выводится, особенно в разновозрастных хозяйствах. То есть, когда на птицфабрике есть большая птица различных возрастов, то практически всегда есть носительство и перезаражение. Клинические признаки этого заболевания – это гнойные глазные и носовые выделения, пухание переинфроорбитальных синусов, это синусит, конъюнктивит. Мы видим, что голова у птицы опухшая, чихание, одышка, потеря, снижение веса, падение в количестве производства яиц может составляться от 10 до 40%. А также отсутствует аппетит. Гемофилез – это инфекция, бактерия, которая проникает через конъюнктиву или через нос. Инкубационный период – 1-3 дня с последующим быстрым началом заболевания в течение 2-3 дней с поражением целого стада в течение 10 дней, что приводит к увеличению отбраковки. Носители инфекции передают патоген через выделяемый эксудат и путем прямого контакта. Нужно сказать, что патоген через яйцо не передается. Пути передачи таким образом происходит от больной птицы в прямом контакте. Также перенос возбудителя заболевания может передаваться через людей, оборудование, окружающую среду, комбикорм, воду. Инкубационный период заболевания около 24-48 часов. Да, доброе утро. Присоединяйтесь к нашей лекции. Вы ее сможете посмотреть в записи тоже. Так что ж, продолжим. Патологические признаки заболевания – это катаральное воспаление носовых пазух. Напишите мне, пожалуйста, поставьте оценочку, насколько хорошо меня слышно и видно. Значит, катаральное воспаление носовых ходов и пазух. Вот здесь на фотографии вы видите уже мертвую птицу, которой разрезали опухшие ее синусы. и мы видим скопление казиозных масс после воспаления, острого воспаления с участием фибрина. Значит, патологические… Секунду, это мы уже должны… Здесь забралась ошибочка. Патологические признаки также мы можем обнаружить трохиит. И практически нет изменений во внутренних органах. Также мы наблюдаем отек головы, как я уже говорила раньше. Что же касаемо лабораторной диагностики, мы можем сказать, что выделение патогена в лаборатории… Мы делаем выделение патогена в лаборатории из смывов укур, находящихся в острой фазе заболевания. И желательно делать посевы от недавно живой птицы. Буквально нужно сказать, что иногда мы получаем пробы, которые бы перевозились в течение какого-то времени. И поскольку бактерия довольно чувствительна к условиям окружающей среды, мы зачастую не… Вот при получении таких проб, которые перевозились какое-то время, мы не можем выделить бактерию из-за того, что она уже довольно чувствительна к перевозке. И поэтому, когда у нас есть подозрения, но мы не выделяем вот этот патоген, то мы просто просим привезти нам больную птицу и уже делаем посев практически от… Не от живой, конечно, но от птицы, которую мы умертвляем непосредственно перед посевом. То есть бактерия еще в такой состоянии жива, мы сделаем посев из синусов непосредственно от птицы. И мы сеем это на кровяной агар или на шоколадный агар в одном направлении. А зачем, значит, зачастую, поскольку вот эти факторы, про которые я вам говорила, необходимые для роста бактерии, то есть специальные добавки, они не из дешевых, мягко говоря. И для того, чтобы помочь, мы могли их получить, и несмотря на то, что, предположим, нет у нас возможности добавить эти добавки в кровяной агар, мы можем воспользоваться стафилококком эпидермис. Вот на этом рисунке вы видите, что именно вот это стафилококк, да, вот здесь, здесь, здесь. И там, где есть, где растет стафилококк, возле него вы видите вот такой, как туман. Это не туман, это вот как раз и есть, эмофилю с параглинаром. То есть он поставляет бактерии необходимые факторы роста. И мы можем увидеть именно вот в тех местах, где есть стафилококкус, рост нашей бактерии, эмофилю с параглинаром. Диагноз мы ставим на основании клинических признаков. Клинические признаки – это все те, про которые я, все те клинические признаки, которые я перечисляла ранее. И также одним из отличительных признаков является то, что заболевание быстро передается по всему стаду. И для точной постановки диагноза необходима лабораторная диагностика, необходимо выделить патоген для того, чтобы у нас появились новые возможности для его характеристики, то есть его сиротипические свойства, его сиротипизация мы сможем, когда выделим патоген, мы сможем провести сиротипизацию, во-первых. Во-вторых, мы можем сделать подтетровку антибиотика, то есть это нам для его лечения. Выделение патогена также является доказательством того, что он является причиной заболевания. Но даже если у нас, предположим, не получается выделить его, мы можем воспользоваться в тех или других случаях, неважно, как я же говорила, мы зачастую используем реакцию ПЦР. И даже если нам не удалось выделить патоген на среде, все равно мы можем провести реакцию ПЦР из тех же смывов, из тех же проб, которые мы получили, даже если нам не удалось вырастить эту бактерию, для ПЦР это не важно. То есть если присутствует бактерия в пробе, ПЦР ее найдет и определит. К тому же важно сказать, что ПЦР – это качественная реакция, то есть она отвечает на вопрос, если это простой ПЦР, на вопрос присутствует или отсутствует патоген в пробе. Но если мы проводим реал-тайм ПЦР, это уже количественная реакция тоже. То есть при желании мы можем определить совершенно точно, какое количество патогенов есть у нас в пробе. Плюс, что мы еще делаем, мы можем с помощью ПЦР исследовать бактерию, провести эпидемиологические исследования, исследовать какой-либо ген этой бактерии и выделить, например, какую-то часть из генома и характеризовать его для того, чтобы определить, произошло ли, зачастую как бывает, что используются вакцины, но в какой-то момент вакцина перестает работать и мы хотим узнать, а что же произошло, то ли наша вакцина перестала работать, что-то, может быть, хранение было не в порядке, или проведение, вакцинация была не в порядке, или и произошло изменение непосредственно самого патогена, то есть его каких-то серологических характеристик, его геномных характеристик. Это все мы можем сделать с помощью ПЦР. Это та часть, которую желательно, конечно, мы будем рассматривать в курсе для лабораторных работников. Уже более... Все эти техники, методы ПЦР, методы реал-тайм ПЦР, эпидемиологические исследования, которые помогают нам в определении ситуации по различным патогенам. Эти все техники, они, в общем-то, схожи по своей основе, но требуют обучением квалифицированного и требуют квалифицированного персонала в лабораториях. Если вы хотите стать таким человеком, пожалуйста, задавайте вопросы, записывайтесь на консультацию, мы можем это обсудить. Значит, дифференциальная диагностика. От каких болезней мы должны дифференцировать этот патоген? Прежде всего, от холеры. Как я уже отметила раньше, что эмофилюс стоит в одной группе с пастереллой и имеет много схожих черт с пастереллой. Кроме того, проявления, внешние проявления этого заболевания во многом могут отличаться и зависят от состояния птицы и состояния организма, насколько он способен бороться, и от патогенности, от проявления степени патогенности той или иной бактерии. Именно непосредственно при имеется в виду при том или ином случае распространения патогена на птицфабрике или среди птицы. Мы должны провести дифференциальную диагностику с различными респираторными, бактериальными и вирусными патогенами. лечение этого заболевания проводится с помощью антибиотиков, можно назвать эритромицин, аспектомицин, тетрациклин, но необходимо делать потетровку антибиотика, так как в зависимости от качества этого патогена, того или иного патогена, характеристика чувствительности к тем или иным антибиотикам может различаться. Плюс, как мы еще сказали, есть вероятность подключения вторичной микрофлоры, то есть мы должны и контролировать подключение вторичной микрофлоры тоже. И всегда иметь в виду, что даже если мы легко можем выделить вторичную микрофлору, то важно правильно оценить ситуацию и создать условия для того, чтобы проверить наличие этого патогена тоже. Тем более, если у нас есть уже какая-то предыстория, что, например, в стадии на птицфабрике, где присутствует разновозрастная птица, все время, скажем, все время наблюдается какое-то повторение вот этого сценария, что птица с возрастом начинает проявляться вот такие респириаторные признаки. То есть это отмечает, что именно эмофилос пара глионарум довольно устойчив и его трудно от него избавиться в разно в разосном предприятии, где содержится разновозрастная птица. и это заболевание, оно практически его невозможно удалить, вывести на 100% из-за того, что существует носительство, из-за того, что птица как бы зачастую она не всегда умирает, то есть те, кто переболевает, могут становиться носителями, и бактерия с другой стороны выживает где-то 2-3 дня за пределами птицы, и таким образом с одной стороны ее можно легко убить с помощью тепла, сушки и дезинфицирующих средств, но с другой стороны, если заболевание начинается, то оно легко и быстро заражает все стадо. провоцирующими факторами являются другие респираторные вирусные бактериальные инфекции. Конечно, важно соблюдать принципы оздоровления птицы, то есть правильно ее содержать, кормление, содержание, температурный режим, поение и так далее, чтобы было как можно меньше стрессов, и важно одержать птицу здоровой, и чтобы даже те, кто являются носителями, как бы птица не ослаблялась и могла противостоять клиническим проявлениям заболевания. Есть инактивированные вакцины, вакцинируют птицу дважды, но нужно сказать, что вакцины не представляют собой стопроцентной защиты. Это также является одной из проблем, что, к сожалению, секундочку, вакцинация не дает нам стопроцентного решения проблем. Что ж, на этом лекция наша закончилась. сейчас я хочу вам поставить в нашей вебинарной комнате фильм и нашей содружественной организации, которая как раз сняла явление, проявление, скажем, этого заболевания. и секундочку, сейчас мы вот это не то, а вот сейчас я остановлю демонстрацию экрана и мы, вы сможете посмотреть я вам дать вам посмотреть фильм как раз после завершения нашей лекции. Что ж, благодарю вас всех за внимание, приходите на наши последующие лекции, рада была с вами в очередной раз встретиться, задавайте ваши вопросы если даже я предположим не вижу, если у вас нет вопросов сейчас, но они будут в будущем, пишите, мы их рассмотрим на наших последующих занятиях. А сейчас посмотрите короткое видео, как раз которое не зря говорят один раз лучше увидеть, чем десять раз услышать, вы посмотрите как выглядит эмофилез в жизни. Что всем до свидания, всего хорошего, до следующих встреч.